Если вы ждёте громких новостей и анонсов из мира Лего в ближайшее время, то советуем расслабиться. Особо ярких новинок и сенсаций до конца года точно не планируется, а весь ассортимент 2023 года уже на полках магазинов. Так что прямо сейчас подведём итог последним релизам этого года, которые состоялись в ноябре, а также посмотрим на другие заметные события из мира Лего. Ставьте чайник, доставайте пряники и усаживайтесь поудобнее. А мы начинаем. В этом выпуске. Башня Мстителей. Главный пылесборник года. Хакеры взломали Бриклинг. История провала самой большой торговой площадки Лего. Поросячий восторг. Слухи о наборах по мультсериалу Свинка Пеппа. Предлагаем сразу выкинуть из списка дел самый надоевший набор года. В середине ноября, наконец, была анонсирована Башня Мстителей. Главный набор для фанатов и коллекционеров Марвел на следующие 2-3 года. Дизайнеры зарядили сет по полной программе. Рекордная высота для небоскрёба из Лего. 90 сантиметров. Рекордное количество фигурок. Целых 31 штука. И, как вы уже догадались, рекордное для серии количество деталей в наборе. 5201 элемент. Мы вас обманывать не будем. Нам набор не зашёл. О том, что именно нас разочаровало, смотри в нашем отдельном ролике про новинку. Ссылка в описании. Но кто мы такие, чтобы спорить с фанатами? Башня поступала в продажу на прошлой неделе. Одновременно с распродажей на Чёрную пятницу. Результат предсказуемый. В Австралии и Новой Зеландии новинку раскупили мгновенно. А в некоторых британских магазинах успели выстроиться очереди. Если вы хотите наш экспертный совет, то смело рекомендуем подождать хотя бы год. И спокойно взять башню на скидках. Хиты прошлых лет сейчас отдают как минимум на треть дешевле. А ты что будешь делать? Ждать. Последним официальным релизом 2023 года стал набор Ideas. Восточный экспресс. Паровоз ещё не успел доехать до прилавков. Старт продаж будет 1 декабря. Но уже тащит за собой просто вагон критики и негативных отзывов. Во-первых, модели досталось за колоссальное отличие от изначального проекта. Грандиозный локомотив от фаната-дизайнера превратили в игрушечный паровозик. Да ещё и перекрасили в откровенно скучный синий цвет. Во-вторых, цена просто улетела в космос. 2540 деталей за 300 долларов. Для сравнения, особняк из фильма «Один дома» стоят те же деньги. Но в нём почти 4000 элементов, включая светящийся кубик. Но даже этому нашлось объяснение. Дело в том, что новый поезд – это тоже лицензионный набор. И лицензия на бренд «Восточный экспресс» принадлежит конкретной компании, организующей те самые легендарные железнодорожные туры. А так как поезд премиальный и роскошный, то и суммы за право использования своего бренда в наборе лего они тоже запросили премиальную. В-третьих, «Восточный экспресс» – это настоящее разочарование для фанатов поездов. На закрытой презентации набора в сентябре дизайнеры сразу дали понять. В наборе не будет заранее подготовленной возможности моторизации состава. Напомним, абсолютно все поезда от лего – и эксклюзивные, и лицензионные, и обычные игровые – всегда продавались либо с мотором и пультом управления, либо с инструкцией, как моторизовать состав, добавив мотор и батарейный блок. Учитывая, что новинка использует стандартные тележки, его можно запросто поставить на стандартные же рельсы. Но что-то у дизайнеров не поехало. Как они уверяют, поезд получился слишком тяжелым для моторов лего, а внутри не нашлось достаточно места для размещения всей электроники. В итоге, вместо пополнения железнодорожного макета, 300 долларов отправятся на полку собирать пыль. Обидно! Как известно, новогодний сезон стартует сразу после Хэллоуина. И именно в ноябре новогодние сезонные наборы посыпались как из мешка. Во время Черной Пятницы счастливчики среди клиентов официального магазина Лего заимели в своей коллекции симпатичный киоск зимнего рынка. А до конца года в продажу или на подарки к покупкам пойдет еще пара сетов. Роскошная прогулочная карета и оригинальный комплект елочных игрушек. Забавно, что такие шары подозрительно похожи на игрушки от Криса Маквея, которые он не один год подряд выкладывал на своем сайте с бесплатными инструкциями. Но учитывая, что он уже два года официально работает дизайнером в Дании, кажется, мы знаем, кто создал этот сет. Ну а вершина праздничного сезона – это, безусловно, ежегодный рождественский подарок для сотрудников Лего. На этот раз это целая пряничная улица, с обратной стороны которой 24 маленьких ящика с деталями для мини-моделей. Какие именно модели лежат внутри, мы узнаем только после первых обзоров. Тоже новогодние, но китайские наборы показались аккурат к самой большой выставке игрушек в Китае. Концепт наборов с ужином в кругу семьи продолжает одноименный набор, но с новой локацией – двухэтажным рестораном. Как обычно, от фигурок нет отбоя – аж 13 штук. Вы же помните, что грядущий год – это год дракона? Фанаты ниндзяга, ну-ка признавайтесь, как вам такой дракон? Нет, серьезно, ждем ваше мнение в комментариях к видео. Два других набора для китайского рынка – это особые случаи. И если праздничный календарь мы еще понять как-то можем, то стилизованный для китайского покупателя Микки Маус в формате брикхеда – нет, к такому нас жизнь не готовила. Финальной новостью для китайского региона стал анонс юбилейного эксклюзива для серии «Манки Кит». Настоятельно рекомендуем изучить набор подробнее на предмет бесчисленных пасхалок и новых деталей. А мы лишь покажем, насколько роскошно эта постройка смотрится с другими крупными сетами серии. Ну не красота ли, согласитесь? Главным скандалом месяца, да и, пожалуй, всего года, стал взлом хакерами сайта BrickLink. Для тех, кто пропустил, рассказываем. Один из важнейших механизмов работы площадки BrickLink – это система рейтингов и отзывов. Купил набор – оставь продавцу отзыв. Продал набор – оставь отзыв своему покупателю. Рейтинг и количество сделок – это залог безопасной сделки. Хакеры переиграли всех. Они угнали пароли от целой горы учетных записей покупателей и продавцов и получили доступ к старым неактивным магазинам. С помощью украденных аккаунтов они оставили массу положительных отзывов, создав ощущение, что перед покупателями надежный и популярный магазин. А теперь вишенка на торте. В этих самых магазинах они выставили на продажу самые жирные новинки года по самым низким ценам. Например, коллекционный Venator из «Звездных войн» можно было приобрести всего за полцены. Конечно, иногда на Бриклинке действительно можно найти такие хорошие цены. Но при оплате нужно четко следить, куда уходят деньги. Хакеры же придумали хитрую схему, где у продавца в подставном магазине был один адрес, а деньги просили перевести совершенно на другой кошелек. Неужели это законно? Незаконно это не… И когда незадачливые покупатели спохватились, было слишком поздно. Администрация Бриклинка не раскрывает подробности и масштабов обмана. Но, очевидно, покупатели вряд ли увидят свои деньги снова. Но если вы думаете, что это была самая большая драма последних недель, то спросите, как дела у тех, кто уже успел купить тот самый Venator по полной цене только ради эксклюзивной фигурки Капитана Рекса. В этом месяце стало известно, что весной нас ждет набор с Микрофайтером. И угадайте, какая в нем будет фигурка? Пинго! Тот самый эксклюзивный Капитан Рекс. Прямо как в огромном наборе за 650 долларов. Только всего за каких-то 13 баксов. И, вполне ожидаемо, за пару месяцев до январских релизов в сети уже полно изображений первых новинок следующего года. Мы уже успели заценить часть линейки Майнкрафт. Особенно новые фигурки верблюдов. Милашки, правда? Еще больше порадовала пара новых сетов по миру юрского периода. Без артикула с возрастным рейтингом 4+, линейка точно обойтись не могла. Но ведь динозавров любят не только дети. Приятным сюрпризом стал сет с черепом тираннозавра и слепком лапы. Выглядит впечатляюще для официального набора. Да и сразу видно масса интересных техник сборки. Не знаем как вы, а мы уже точно добавили набор в список покупок. Коллекционерам Марио тоже пора обновлять планы покупок, ведь анонсированы сразу 5 новинок. Тут и милый Ёши в саду, и семья пингвинов, и даже Боузер на своей машине. С точки зрения дизайна мы не заметили ничего сверхъестественного, но приятно видеть разнообразие сюжетов и новых героев. Пополнение и в ряду супер-ёжиков. Первым набором следующего года станет побег Шэдоу с новыми фигурками и мощным байком. Без преувеличения бомбическими сетами готовятся выстрелить подружки из Харт Лейк Сити. Фанаты Лего Сити, кусайте локти. Потому что вот так должны выглядеть по-настоящему стильные городские постройки. Больница, магазин одежды, торговый центр и царский особняк, который напомнил нам едва ли не виллу из ГТА. Все наборы перебрали, так что самое время обсудить грядущие коллаборации Лего с другими франшизами. Если верить слухам, уже совсем скоро список лицензий пополнит сама свинка Пеппа, её младший брат Джордж, мама-свинка и папа-свин. В комментариях расскажите, какой набор серии должен выйти в формате эксклюзива? И почему это должен быть школьный автобус Мисс Газель? Но больше всего шума наделали слухи и анонсы появления Лего в новой главе Фортнайт. Если верить последней информации, в игру будут добавлены версии стандартных скинов в виде мини-фигурок Лего, а также креативный режим, который чуть ли не копирует механики Майнкрафт. Опробовать все фишки обновления можно будет уже 7 декабря. Подписывайся на Рарибрик, будем следить за новостями вместе.